На вершине Эйфелевой башни в Восточном дворце Мадрида, практически на каждой улице в Санкт-Петербурге и в Москве, онлайн-квесты или вполне реальные коробочки с сокровищами. Тайники геокешеров повсюду. Чтобы найти один из них, нужно зарегистрироваться на сайте игры и приехать к месту отметки на карте. В заголовке указаны координаты лавочки. Тайник находится в точке по координатам наверху скал под небольшим навесом. Забиваем координаты тайника. Сохраняем. 145 метров до тайника. Геокешинг – географическая игра. Все как у пиратов, только вместо черных меток и компаса – GPS-навигаторы и сообщения координат клада в интернете. Оксана Сычугова так путешествует уже 8 лет. Первый тайник мы взяли. Это был 2012 год. Гора Лысый Иван, Пахкалкая в Симферопольском районе. Мне это очень понравилось. Ну а потом уже самостоятельно я зарегистрировалась и начала играть. Сейчас в коллекции Оксаны больше 500 найденных и 50 созданных тайников. В этот раз вместе с подругами решили открыть еще один. Находится он возле смотровой площадки в Бахчисрайском районе. Вот там вот под полочкой, да, похоже, что под вот той полочкой. Нужно подойти посмотреть. Меньше 10 минут на поиски. И вот он, клад, завернутый в полиэтиленовый пакет. Если производим обмен, то обязательно пишем, что мы взяли, что оставили. Не просто игра, а часть жизни. Геокешинг – увлечение для азартных людей, готовых в любое время года сорваться на поиски приключений. С помощью геокешинга мы узнаем нашу родину лучше, вообще нашу планету. А самое интересное – найти что-то прямо возле дома, такое, что раньше об этом и знать не знал. В Крыму первый тайник появился в 2002-м. Сегодня полуостров третий в мировом рейтинге по количеству кладов. Их здесь больше тысячи. Теперь попробуем найти тайник самостоятельно. Место на карте мы уже выбрали – это бахчисрайские столбы. Координаты переносим в навигатор. В описании сказано, что тайник находится у основания третьей по счету башни скалы слева в каменной нише. Ну что, поищем? Этот шедевр природной архитектуры – сфинксы Королевской долины. 14 скальных глыб находятся рядом с Ханским дворцом. Тайник в расщелине. С внутренней стороны – одно из фигур. Нашла. Вот так она выглядит. Придумаю сейчас, что я возьму. Вот этого слоника маленького, а взамен оставлю нашу телевизионную ручку, чтобы все видели, что первый крымский тоже был здесь. Путешествие с азартом. В больших городах, маленьких деревеньках, под водой и на обрывках скал. В мире десятки тысяч разных тайников. И каждый день на карте геокешеров появляются новые отметки. Татьяна Балыкина, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова